Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хотелось бы рассмотреть одну интересную статью, которую я нашел на Pubmedia, о клеммбутероле, а точнее о побочных эффектах от приема клеммбутерола в целях похудения. Клеммбутерол – это препарат для лечения бронхиальной астмы, бета-адреномиметик, который стимулирует бета-2 и бета-3 адренорецепторы. Исследования на животных и людях показали, что клеммбутерол усиливает липолиз, гликолиз, сводит к минимуму деградацию белка. Предполагается, что анаболический эффект клеммбутерола обусловлен стимуляцией бета-3 адренорецепторов, которые находятся в поперечной полосатой мышечной ткани. Кроме того, клеммбутерол очень легко доступен через интернет и весьма популярен у бодибилдеров, которые применяют его для потери веса и сохранения сухой мышечной массы. В данной статье авторы ретроспективно рассматривают 13 случаев передозировки кленмбутеролом, которые произошли в американских токсикологических центрах с 2006 по 2012 год. В исследовании принимали участие 11 мужчин и 2 женщины. Дозировка клеммбутерола составляла от 300 до 4500 мкг. Клинические эффекты, о которых сообщалось в 13 случаях, включали тахикардию у десятерых пациентов, тахипноя у троих, гипокалиемию у троих, гипергликемию у троих, изменение сегмента СТ на ЭКГ у двоих, повышенный тропонин у двоих, повышенный креатинфосфокиназа у двоих, боль в груди у троих, тремор у четверых, тошноту у четверых и рвоту у двоих. В данной статье подробно описаны только 4 случая. Случай 1. 30-летний мужчина с тремором и шумом в ушах жалуется на ощущение дрожжи и шатания после приема 3000 мкг клемм бутерола. Он сообщил о приобретении клемм бутерола без рецепта для похудения. В отделении неотложной помощи через 5 часов после приема клемм бутерола показатели жизненно важных органов были следующими. Артериальное давление 126 на 53 мм рт. ст. ЧСС от 126 до 170 ударов в минуту. Частота дыхания 20 вдохов в минуту. Он был помещен в отделение интенсивной терапии, где тахикардия сохранялась до 127 ударов в минуту. У пациента отмечалась гипокалиемия до 2,7 ммл. Сахар крови поднимался до 18,5 ммл. На ЭКГ было изменение сегмента СТ. Тропонины были увеличены незначительно. Пациент получил инфузионную терапию с добавлением калия и бета-адреноблокаторы. ЧСС в течение суток была примерно 100 ударов в минуту. Ритм был синусовый. Динамика лабораторных показателей после оказания помощи была следующая. Калий увеличился до 3,9 ммл. Глюкоза снизилась до 5,9 ммл, что соответствует норме. Случай 2. 25-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи после приема 4500 мкг клеммбутерола. Пациент признался в хроническом использовании клеммбутерола, который он получал из интернета. Кроме того, он сообщил об использовании на протяжении двух недель анаболического баладрола и недавно начал использовать кламифеноцитрат. Все препараты были получены из интернета. Пациент был взволнован, обеспокоен частотой сердечных сокращений, которые доходили до 160 ударов в минуту и жаловался на головную боль. Пациенту была назначена разовая доза активированного угля. Далее он был переведен в отделение интенсивной терапии. Лабораторные данные при поступлении в лечебное учреждение. Калий 2,7 ммол на литр, глюкоза 13,7 ммол на литр, креатин фосфокиназа 247 нг на мл и тропонин менее 0,01 нг на мл. Тахикардию лечили с помощью внутривенного вливания эсмолола. Последующие лабораторные измерения через 4 часа включали калий 3,1 ммол на литр, глюкоза 14 ммол на литр, креатин фосфокиназа 195 нг на мл. Уровень тропонина увеличился до 0,02 нг на мл с пиком 0,86 нг на мл через 22 часа после воздействия. В течение 3 часов после поступления систолическое артериальное давление снизилось до 140 мм рт. Солба, ЧСС снизилось до 134 ударов в минуту. Инфузия эсмолола продолжалась примерно 36 часов. Случай 3. 25-летний мужчина обратился в службу неотложной помощи с болями в груди и утеченным сердцебиением после того, как принял неизвестное количество клеммбутерола, 50 мкг леотироанина натрия и анаболического агента зверобой. Клеммбутерол был недавно добавлен к его режиму для потери веса и сжигания жира. Его мать рассказала о потере веса на 45 кг у ее сына за последние несколько месяцев из-за так называемых тренировок. По прибытии он был взволнован. ЧСС составлял 140 ударов в минуту. Тропонин – 5 нг на мл. Креатин киназа – 700 нг на мл. ЭКГ показал изменения сегмента СТ. В течение 10 часов после поступления у пациента развился респираторный дистресс-синдром и миокардит. Пациент получил глюкокортикоиды и искусственную вентиляцию легких. Через 14 часов после поступления уровень тропонина повысился до 36,3 нг на мл. Через 72 часа после поступления уровень тропонина снизился до 5,8 нг на мл. Концентрация сывороточной Т3 составила 7,5 пг на мл. Такая концентрация была обусловлена экзогенным приемом препарата Т3. Пациент был выписан на четвертый день госпитализации. Случай 4. Мать сообщила, что обнаружила своего здорового двухлетнего сына с баночкой таблеток, которую она купила в интернете для похудения. Она сообщила о том, что принимала клеммбутерол для похудения во время беременности и о том, что перестала принимать клеммбутерол после выкидыша. Доза, принятая ребенком, была неизвестна. Исходя из представленной информации, прием находился в диапазоне от 100 до 200 мкг, от 5 до 10 таблеток. Ребенок поступил в местное отделение неотложной помощи и переведен в детский медицинский центр для наблюдения. Клинически передозировка проявлялась рвотой, лихорадкой, гипокалимией и тахикардией. Данные симптомы прошли через 20 часов после приема таблеток. Клеммбутерол доступен в Европе и Латинской Америке в качестве бронходилататора с рекомендуемой дозой от 20 до 40 мкг перорально два раза в день. В Соединенных Штатах клеммбутерол доступен только для ветеринарного применения. Тем не менее, именно уникальные бета-3 адренергические эффекты клеммбутерола, не связанные с его бронходилатирующим эффектом, привлекают внимание бодибилдеров. Исследования на людях и животных показывают гипертрофию скелетных и сердечных мышц. У людей дозы 60 мкг клеммбутерола дважды в день оказались эффективными для развития мышечной гипертрофии и увеличения мышечной силы. Фермеры злоупотребляют клеммбутеролом, чтобы увеличить мышечную массу у крупного рогатого скота. Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная статья, которую я нашел на просторах ПабМед. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!